Друзья, всем привет! Подошла к концу очередная неделя, это значит, что время подводить итоги. Сегодня новостей много, и мы начнем не как обычно с новостей из стран СНГ, а из Эфиопии. Эфиопия привлекает майнеров дешевой стоимостью электроэнергии, 92% которой вырабатывается на гидроэлектростанциях. Страна может стать новым крупным центром майнера. Дешевая электроэнергия это очень важно, но, конечно, в России она тоже недорогая, особенно с курсом доллара по отношению к рублю. Но в Эфиопии еще жарковато, а в России есть много мест хороших, где прохладно, и не так много энергии нужно тратить на охлаждение. И к тому же в России часто майнеры перерабатывают тепло, которое вырабатывают майнеры, и направляют его на отопление тех или иных помещений. Двигаемся дальше. В MicroStrategy анонсировали собственный ИИ-бот, который соединяет технологии искусственного интеллекта и блокчейн. На самом деле с такими попытками что-то около создать много экспериментов. И у Binance были эксперименты, которые делали NFT-шки из ваших фотографий при помощи искусственного интеллекта, добавляли им каких-то визуальных эффектов. Но пока это все-таки такие эксперименты. Ничего прям гиперсущественного нет. К слову сказать, например, на LinkedIn, социальной сети для рабочих отношений, есть бот, который позволяет вам создать вакансию, только введя ее название и местоположение компании. Вот такие эксперименты. Это, конечно, хорошо, но ничего существенного важного не произошло. Новость номер три. ООН расследует 58 кибератак, связанных с хакерами из Северной Кореи. Атаки принесли Пхеньяну более 3 миллиардов долларов на финансирование программы создания ядерного оружия. Интересно, каким образом они оценивают, на что именно пошли деньги. Неужели Пхеньян об этом прям-таки взял и отчитался? Но хакеры из Северной Кореи, конечно, все больше и больше всего делают атак. Но, естественно, атаки они и в классическом финансовом мире возможны, но и в мире криптовалют. Опять-таки, в прошлой неделе мы обсуждали с вами, что крипта становится таким очень повсеместным механизмом для того, чтобы получать те или иные средства. Поэтому это не крипта плохая, а просто она повсеместно развивается. Двигаемся дальше. Компания Franklin Templeton, управляющая активами на 1,5 триллиона долларов, подала заявку на спотовый Ethereum ETF. Но сейчас по поводу Ethereum ETF ни у кого, мне кажется, сомнений сильных нет. Немножко тянется сам процесс. Но я не сомневаюсь, после того, как биткоин протоптал дорожку, что Ethereum ETF быть. И это, конечно, еще сильнее сделает рынок более бычим. И, конечно, сам Ethereum тоже наверняка должен после этих новостей подрасти. Но я думаю, что уже часть цены заложена сейчас в Ethereum, который торгуется достаточно высоко. Поэтому смотрим, наблюдаем. И новости неплохие. Новость номер пять. Грустная. Дату вынесения приговора бывшему CEO Binance Чен Пен Джао, известному как CZ, перенесли на 30 апреля 2024 года. Много раз говорил о том, что Соединенные Штаты ведут себя достаточно варварским образом. Потому что человек никаких преступлений против человечества не совершал. Ему запрещают покидать Соединенные Штаты Америки. Ему запрещают возглавлять Binance, как известно, на пять лет. Ну и выставили еще счет компании на 4,3 миллиарда долларов. Насколько мне известно, жалоб от граждан Соединенных Штатов Америки не было. Если и было какое-то нарушение лицензионного режима, но, наверное, оно не должно так строго караться. Надеюсь, что все это в апреле уже, так сказать, хорошо разрешится. Никаких судебных, вернее, лишения свобод, по крайней мере, не будет. И все закончится хорошо. Очень на это рассчитываю. Ripple купит лицензированную в Нью-Йорке компанию Standard Custody & Trust Co. Но вообще Ripple, как известно, двигался в сторону обеспечения блокчейн-инфраструктуры для банков. Поэтому совершенно разумно, что они двигаются в сторону такого регулируемого рынка, что они двигаются в сторону покупки такого рода компаний. Это значит, что больше доверия к ним будет. Они все больше и больше смогут раскатывать свою технологию на различного рода финансовые учреждения. Поэтому таких сигналов пока исключительно положительные. Новостной фон прям очень хороший. Это, конечно, заставляет меня и должно заставлять вас немножко насторожиться. Потому что сейчас на уровне страха и жадности жадность превалирует. Это значит, что все может в какой-то момент скорректироваться. Поэтому будьте аккуратны в ваших торговых решениях. Новость номер семь. В США создали некоммерческую организацию Security Alliance, которая объединяет белых хакеров для борьбы с преступностью на рынке криптовалют. Тоже хорошая новость. Таких альянсов, на самом деле, очень много по всему миру. И Binance в свое время вступала в один из таких альянсов, похожих альянсов, связанных с безопасностью. То, что борются с киберпреступностью, очень-очень хорошо. Вопрос, как они будут бороться. И то, что белые хакеры, которые будут находить уязвимости и преступления, будут получать какое-то вознаграждение. Отличная мотивация. Как известно, у большого ряда компаний технологических есть баунти-программа для хакеров. Когда хакер находит какую-то уязвимость, показывает ее компании, он получает себе вознаграждение. Такая win-win ситуация получается. Dex Uniswap, ну, Uniswap один из самых известных Dex в мире, запустит четвертую версию протокола примерно в третьем квартале 2024 года. Uniswap занимает достаточно львиную, большую очень долю рынка. Uniswap это такой своплка одного токена на другой. Они развиваются, они добавляют какой-то новый функционал. Несмотря на это, Dex все равно еще очень сложно для массового ритейл-юзера, то есть для массового пользователя со всего мира. Нужно иметь газ и так далее, и тому подобное. Ну, в общем, пока тяжеловато. То, что они развиваются, это очень классно. Account abstraction, то есть технология, при помощи которой все должно облегчиться и происходить символы, как говорят американцы, то есть очень быстро и незаметно, еще все-таки далековато. Поэтому цексы все равно контролируют львиную долю торговых оборотов до сих пор. Специалисты по японским слоговым азбукам Katakana и Hiragana решили перевести символы имя Сатоши Накамото. И если рассмотреть эти символы как английские буквы, то получается Hellfini. Ну, много на самом деле людей говорили о том, что они являются Сатоши Накамото. До сих пор эта история неизвестна никому. Мне бы самому было очень интересно познакомиться с организацией, ну, и для того, чтобы, по крайней мере, был ревил, то есть было обнажение этих фактов, кто же это такие, или кто это такой, или кто это такая. Но это тайна, покрытая мраком. Но если вздуматься, мы сейчас все верим и строим огромные экономические инфраструктурные проекты вокруг протокола, блокчейна, который создан никому до сих пор неизвестным человеком. Это, конечно, феноменально. И современный мир меня все больше и больше удивляет. Наверное, я уже к этому привык, но все равно достаточно забавно. Ну и новость завершающая. Coinbase впервые с четвертого квартала 2021 года отчитались от чистой прибыли 273 миллиона долларов. Долго им, так сказать, пришлось идти к чистой прибыли, потому что, ну, Binance был, в принципе, доходным с первого дня своего существования. Coinbase, как известно, пошел в Америке в такое, в совершенно белое правовое регулируемое поле. Он стал публичной компанией, его акции торгуются на биржах. И, ну, вот в связи с этим, конечно, связано много затрат, много различных таких отчетных моментов, когда все-таки компания, видите, не показывала прибыль в течение долгого периода времени, с 2021 года. Ну, поздравляем Coinbase, все-таки американский рынок, несмотря на то, что он для многих становится таким очень опасным, очень аккуратным. Лично мы смотрим, строя свои продукты в сторону глобального юга таких стран и таких регионов, как СНГ, Вьетнам, Индия, Турция, Шри-Ланка, Бангладеш, то есть где криптоадопшен очень хороший, регулирование достаточно комфортное для того, чтобы крипту продвигать массы. Все равно США, конечно, является важным рынком. Ну, и надеюсь, что все-таки как-то будет всем гораздо более комфортно в этом большом глобальном мире жить и соседствовать вместе. Ну, а мы с вами увидимся ровно здесь на следующей неделе. С вами был Владимир Смеркес. Пишите в комментариях, как вам подборка новостей на этой неделе. Возможно, что-то упустил. Давайте обсудим в нашем чатике. В общем, все внизу в комментариях. Всем пока!